Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании Corella Omega Plus называется моделька и бренд Corella в очередной раз меня просто удивляет тем, что мы получаем за свой именно бюджет, друзья потому что у этого бренда, наверное, если так пройтись по хорошему уровню колясок, самое лучшее на сегодняшний день естественно и у других брендов есть хорошее предложение, но вот именно здесь все-таки немножко, но дешевле будет сопоставимое качество, комплектация, нежели у конкурентов поэтому вот очередной представитель, просто шикарные коляски на все случаи жизни с прекрасными характеристиками за абсолютно адекватный прайс, друзья напоминаю, четкие характеристики, детальные будут в описании, чтобы не затягивать ролик ссылка на эту коляску будет в описании, после обзора пройдите, посмотрите ну а рассмотрим мы с вами ее комплектации 2 в 1 и начнем непосредственно с люльки сразу про ткань скажу ткань здесь, друзья, она, естественно, не какого-то там премиум уровня абсолютно адекватная ткань, приятная тактильная она очень плотная, толстенькая видно, что особенно вот в козырьке она многослойная она защита от ультрафиолета УПФ 50+, как называется, стандарт да и ткань тактильно приятная в общем, в ткани у вас не будет вопросов, друзья также в козырьке у нас есть удобная транспортировочная ручка под ручкой нет отверстия, туда не будет заливать ничего козырек этот можно увеличивать берем вот так вот и непосредственно запрокидываем вперед козырек получается очень большой для тех, кому это очень надо я знаю, есть такие люди, кто прям заморачивается смотрите, если вот эту секцию мы начнем расстегивать, просто большинство людей их просто в магазинах расстегивает обычно там прячется москитная сетка здесь у нас этого нет это уже просто идет разбор колясочки поэтому по козырьку такая ситуация также, что еще мне нравится у этой коляски есть спереди вот такая опция очень высокий бортик со смотровым окошком на самом деле, эта люлька очень сильно похожа на одну коляску от бренда Espear и они прям вот сильно действительно похожи и вот там нет этого окошка здесь добавили и держится это все очень хорошо с магнитиками, эффективно поэтому накидочка тут очень классная еще что я очень ценю в такого рода люльках то, что у нас верхняя накидочка она на замочке и мы можем просто вот так вот опрокидывать и непосредственно это все нигде-то не висит, не болтается спокойно убираем и у нас хороший доступ к ребенку внутри у нас классный, хороший матрасик можно посадить ребеночка есть вот такая опция у нас получается термокодышащее основание в люльке это тоже встречается далеко не везде вот и самая важная деталь этой люльки помимо размеров, она очень крупная у нее есть вот эти секции как спереди давайте открою, а так опущу спереди также, друзья, эта опция есть и сзади в ножках ребенка, точнее говоря вот то же самое можно сделать на самом деле на рынке таких люлик с такой опцией с двух сторон буквально парочка то, что знаю я может там напишите какие-то модели, может я чего-то не знаю вот, пожалуйста можно тоже проветривать как по мне люлька максимально функциональна вот, что вы сюда еще можете добавить я не знаю здесь в принципе все, что нужно есть так, кстати, пока в руки взял давайте сразу посмотрим на рюкзачок это именно рюкзак не просто как сумка он идет как рюкзачок тут у нас лежит вся эта комплектация дождевички, москиточки все это дело она хорошо укомплектована, коляска поэтому в принципе особо там сильно что-то докупать не нужно ссылку на универсальные аксессуары подстаканники классные на фестпаге я вам добавлю вниз в описании так, смотрите люлька сейчас установлена на адаптерах высоты они, естественно, идут в комплекте и чтобы ее снять нам нужно нажать кнопочку одну, вторую здесь эффект памяти и, собственно, поднимаем и хочу посмотреть, есть ли снизу ножки здесь есть 4 классные ножки высокие и мы можем смело ставить ее на пол и не бояться, что с ней что-то произойдет поэтому к люльке у меня лично ноль претензий а сейчас мы найдем прогулочный блок, друзья не ошибаюсь, вот оно и поставим его чтобы его поставить нужно будет снять отсюда адаптеры высоты они, в принципе, в прогулочном блоке не нужны потому что ребенку лучше чуть ниже быть чтобы он мог сам забираться так, смотрите естественно, блок реверсивный и по ходу движения можно его установить и против хода я же его сейчас установлю по ходу в комплекте идет вот такая вот, друзья накидка на ножки она с очень высоким основанием чтобы мы могли прям сильно внахлёст одеть непосредственно накидку и в зимнее время года чтобы снизу не поддувало вот ну, это можно вот так вот делать убираем и вот так вот фиксируем здесь у нас все держится на кнопочках и почему кнопки хорошо? кнопки самый эффективный способ крепления они непосредственно лучше всего удерживают элемент там накидку что-нибудь, да? что крепим кнопками поэтому в плане эффективности кнопочки самое оно тоже толстая тоже теплая накидочка поэтому вот она в комплекте есть и это очень здорово так что у нас непосредственно с самим блоком давайте посмотрим здесь у нас сзади есть такой рычажок и он, видите сейчас я вам разверну и он регулирует у нас высоту непосредственно козырька это далеко не это очень редко встречающаяся опция поэтому круто ребенок, если высокий он уже не будет цеплять головой так, козырек вот он непосредственно можно его также увеличить он действительно становится достаточно большим также у нас здесь есть окошечко смотровое все на магнитиках все приятно держится давайте сейчас разложим его горизонтально и посмотрим с полностью раздвинутым козырьком насколько он прячет ребеночка в принципе подобного рода конструкции прогулочные блоки они все приблизительно вот таким образом реализованы поэтому в принципе нормально так что мне нравится еще когда ребенок в сидячем положении почти капитанская посадка сильно спинка назад не завалена и ребенок комфортно себе сидит как в кресле прям хорошо так что касается безопасности классика пятиточные ремни мягкие накладки из везде и на паховой зоне все окей также есть перемычка на кнопочке тоже хорошо теперь давайте проверим откидывается ли у нас бампер откидывается и убирается вниз очень удобно для хорошей удобной посадки ребенка подножечка у нас здесь в основании в эко-кожи это действительно классно потому что это самая грязная часть и она должна быть в эко-кожи или прорезинена чтобы легко было ее почистить так теперь давайте посмотрим друзья на ручку ручка телескопическая регулируется у нас вот таким образом диапазон в принципе большой высоту ну-то уж точно можно было бы капельку еще наверно чуть пониже его но опять же это кому как вот обито все эко-кожи все красивенько нарядно с обратной стороны чтобы при сложении можно было ставить на землю здесь резиновая накладка с надписью коррелла чтобы мы не корябали эко-кожи на ручке это вот продуманный элемент очень здорово в общем ручка вот такая мой рост 186 проецируйте приблизительно как будет вам опять же напоминаю по ссылке внизу в описании будет у нас точная высота от ручки до пола так теперь давайте посмотрим на шасси что оно себя представляет здесь у нас колеса просто резиновые с хорошим антишоком естественно сзади тоже амортизация у нас присутствует причем с очень хорошим ходом и самое что интересное мы можем эту амортизацию регулировать по жесткости здесь у нас вот такой переключатель есть и он непосредственно у нас делает пружину чуть более зажатой и чуть более разжатой соответственно разжали будет мягче зажали будет плотнее хочу заметить то что вот эту ось от колес убрали наверх при быстром темпе ходьбы мы не пинаем раму это очень здорово с высоким ростом людей это прям классно вот тормоз у нас оба раза подошвой нажимаем не портим обувь все хорошо и очень хороший клиренс полностью по кругу спереди сбоку даже если багажник будет наполнен чем-то кстати максимальная нагрузка багажника 3 килограмма выдерживает вы не будете цеплять ни обо что доступ в багажник друзья он как бы закрытый у нас получается с маленькой щелкой но из-за этого у нас не такой большой туда доступ он в принципе большой сам по себе но доступ у него ну вот как бы поэтому крупный мяч мячики ведерки вы сюда особо не загрузите имейте ввиду но так в целом вместительность хорошая и того и того вообще так колеса как я говорил уже просто резина мягкие приятные колесики в общем по раме у меня в принципе нет вопросов все достойненько и хорошо сделано и сборка у коляски хорошая если ее так поюзать во все стороны понажимать на изломы не хрустит ничего прям все четенько так давайте теперь попробуем ее с вами сложить я ее сам не складывал еще и не знаю складывается она вот так с проглочным блоком или нет но предполагаю что да потому что конструкция в принципе плюс-минус у большинства колясок схожая опрокидываем вперед все отлично потом ручку мы с вами нажимаем на кнопочку и вот сюда выводим и вот тут у нас есть снизу вот такая вот перекладина с ручкой кладем и поднимаем и получается что очень классное сложение мы получаем очень плоскую раму при том что это большая полноразмерная коляска ну прям огонь кстати вес коляски там плюс-минус 13 килограмм 12,5 там 13 копейки в зависимости от люлька стоит или прогулочный блок в общем мое почтение вот такой системой складывания далеко не все могут похвастаться поднимаем возвращаем обратно в принципе готово вот собственно и все друзья кстати здесь очень хороший показатель это ширина колесной базы если я не ошибаюсь она около 57 сантиметров и вы в любые проемы лифты везде заедете ограничены в этом отношении не будете так в принципе что еще дышащая спинка видите здесь чуть ли не тысячи отверстий вентиляция для лета коляска хорошо подходит все хорошо и что еще но в принципе все добавить мне уже по факту нечего мое мнение я вам сказал в начале ролика я не перестаю удивляться этому бренду это наверное просто уникальный вообще бренд который дает нам максимум за минимум денег в своем классе поэтому я очень рекомендую друзья обращайте внимание на этот бренд на эту модельку при выборе коляски для вашего ребенка можете приехать к нам в магазин нас многих по России пощупать посмотреть убедиться в том что я вам сейчас говорил в обзоре я думаю вам понравится стопроцентно учитывая стоимость друзья она немножко ниже прямых своих конкурентов а по ощущениям она даже как-то побогаче подороже ощущается поэтому топчик за свои деньги друзья вопросы остались комментарии открытия пишите с вами там пообщаемся вам хорошего выбора до свидания